По компьютеру увидел, что там плюс 3 градуса, не холодно и без шапки. А когда я приехал в Минск, то оказалось, что там минус 10-15. И началась метель. Я без шапки, в летнем плаще и, короче говоря, простудил всю правую часть лица. И когда я, значит, это со мной случилось, то приехал я в Москву, вроде бы все было нормально. Потом на следующий день встал, пошел на работу, смотрю, глаз у меня уже вот тут вот, на скуле. Здесь у меня огромный герпес вот такой, тяжелый, сантиметра 2, вот так вот. И пришел в поликлинику, академию наук, потерял сознание там. Меня на скорую, значит, положили, посадили меня там в скорую и повезли меня по Новоколамское шоссе в первую инфекционную больницу. А там 5 часов мурыжили, потому что была большая очередь больных, там возились. И пока я туда приехал, я вообще уже был как овощ, я уже не понимал, где я нахожусь, что я, на вопросы не мог не ответить и не понимал, где я. И они меня там в отделение положили. Положили они меня в отделение, вот. И, значит, оставили до утра. Вот там приходит жена, спрашивает, где мой Игорь Львович. А ей говорят, он там в палате лежит. Она говорит, чем лечит? Они говорят, мы лекарства ему положили. Она говорит, а он в сознании? Нет, говорит, он без сознания. А как же, она говорит, без сознания, он каждого лекарства занимает. Вот просто так лежит, значит. Вот, ну, они подумали, что ничего со мной не выйдет. И они приготовили даже специальную бирку там, с моей именем и фамилией, на клеенке для морга, чтобы с большой пальцем привязывать. Вот, ну, супружница там, конечно, шум подняла, поскольку она врач, она туда прорвалась, нашла меня и увидела, что у меня и рвота там была, и увидела, что, значит, мемогитные явления начались, и что лекарства я не брал, у нее три кучки лежало. И все, вот. И, значит, она добилась того, что меня в течение часа перевели в реанимацию. Вот, я в реанимацию, меня положили, через три дня я очнулся. Пришел в сознание, руки привязаны, ноги привязаны, и мне делают инъекции физиологического раствора. И я постепенно начал оживать, потому что мне кормили через зонт сначала, потом я его вытащил, начал обычно есть. И буквально за неделю я пришел в себя. Потом, это нахождение, реанимацию, неделю. Потом меня перевели в общую палату, там мне лучше не становилось, в общем, и я под свою разместку уехал туда-сюда. Уехал домой, и меня дома уже там долечивали таким образом. Потом больше, чем две недели я выдержать не мог. Вышел постепенно на работу, ну, и начал работать, 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 работать. Вот, потом начались у меня и командировки, наверное, вот сейчас, например, я из Италии только что приехал. Там была конференция, она по конференциям. В понедельник я должен улететь там в Соединенные Штаты Америки, там, в разные города. Вот, потом вернусь, я начну тренироваться. Потому что я сейчас, как я считаю себя поправившимся. Я вот сегодня тоже, может, просто проснул на даче, закрывал на зиму, и гарпик у меня появился. Так что я решил вернуться в спорт. Сегодня я тут начал некоторые упражнения делать, чувствую, что я в силе опять. Буду заниматься. Буду ходить, потому что если я не буду заниматься, то трудно сохранить здоровье, оно будет разрушаться. Вот, а 80 мне лет, или 75, или 70, или больше, я в возрасте, мне чувствовал раньше, сейчас не чувствую. Так что тренироваться я буду, и буду ходить. И надеюсь, что в будущем году я уже начну активно в спортсменах. Вот такова у меня была история, такой случай был. И, значит, вот, Бог меня узнал, и он меня, значит, спас от смерти. У нас есть в Сан-Суте один вирусовок, который говорит, что в таком состоянии люди не выкарабкиваются, когда уже Миндит начинается. И рассказал мне, что один старый еврей жил, значит, в местечке, в местечке в одном. Он был с пейсами, в шляпе черной, в черной одежде. Ну и жил там, ходил в церковь, Тору читал. И в церковь был, в синаголу, молился, соблюдал все еврейские праздники. А потом сын ему говорит, слушай, папа, приезжай в город, что тебе там одному сидеть? Ну, Мойша приехал в город, подстригся, побрился, вот, одел костюм такой. И заболел какой-то легкой болезнью и умер. Приходит он к Богу, потом в свете и говорит, почему же ты меня, я всю жизнь тебе служил, молился, был набожный, а ты меня легкой болезнью убил. Он посмотрел на него, Мойша, не жели это ты, я тебя не узнал. А Бог меня узнал, значит, спас мою жизнь для каких-то, кстати, важных и нужных дел. И одновременно это идет. Игорь Ильич, как Шевчук, как он там поет, Господь вас улажает. Поэтому я вас поздравляю. Все равно с юбилеем от имени всех. И ждем вас 16 ноября в репритационном центре Дюкуля, где будет международный турнир по пауэрлифтингу среди мальчиков. Приду я. Все, ждем вас. Спасибо.